Высшая стрелковая школа была открыта в Москве в соответствии с приказом Реввоенсовета Российской Республики от 21 ноября 1918 года. Среди выпускников школы 20-30-х годов были будущие прославленные полководцы и военачальники нашей армии. Дважды герой Советского Союза маршал Александр Василевский, герой Советского Союза главный маршал авиации Константин Вершинин, дважды герой Советского Союза генерал армии Павел Батов и многие другие, чьи имена и чейратный подвиг навечно вписаны в историю русской боевой славы. В мае 1938 года курсы выстрел переехали из Москвы в рабочий поселок Солнечногорский. В свое распоряжение учебное заведение получило стрельбище на Сенежском полигоне. Теперь большая часть занятий проходила в полевых условиях. В первые дни войны по фронтам разъехалось более тысячи слушателей, только что сдавших выпускные экзамены на курсах выстрел. В апреле 1942 года, когда закончилось контрнаступление под Москвой, Сталин принял в Москве руководство курсов выстрелов. И там обсуждались очень важные вопросы по подготовке командного состава для вооруженных сил. Сами понимаете, если в такой ответственный момент Сталин принимал, понятно, какую роль уделялась курсу выстрелов. За военные годы на выстреле состоялось более 40 выпусков слушателей. Это примерно 20 тысяч тактически грамотных командиров. Из 28 армий, которые брали Берлин, то есть берлинская операция, 11 возглавляли выпускники курсов выстрелов. В мирные годы коллектив курсов выстрелов поочередно возглавляли прославленные военачальники, участники Великой Отечественной войны. Они вели лекции, под их руководством были перестроены учебные программы. Обновилась классно-лабораторная база. В течение 16 лет, с 1969 по 1985 год, курсов выстрелов возглавлял дважды герой Советского Союза генерал-полковник Давид Драгунский. Те, кто знал Давида Абрамовича лично, тепло отзываются о нем, как о человеке и руководителе. Он прекрасный был человек. Он, во-первых, был простой, доступный. С ним можно было, как говорят, ну запросто прийти, поздороваться, он руку тебе протянет, выслушает и обязательно, если человек обращается с просьбой, он обязательно поможет. Он был и строг, требователь, порядок любил. И курсы выстрел, ну, сейчас вообще никакого сравнения нет, до чего довели курсы выстрел. Это слезы буквально от тех цветущих курсов выстрел. А курка нигде не найдешь, на территории будешь искать и не найдешь. В марте 2009 года выстрел отметил свое 90-летие. А 8 сентября того же года вышел приказ главнокомандующего с сухопутными войсками расформировать к 1 декабря 2009 года учебный центр по переподготовке и повышению квалификации офицерского состава «Выстрел». С того времени прошло 5 лет. И вот, в канун 95-летнего юбилея курсов появились слухи о возобновлении работы выстрела. По данным разведки, разговор о возобновлении какого-то учебного заведения с каким-то профилем велось на коллегии Министерства обороны. Генерал армии Моисеев является источником этого дела. Потом министр обороны Шойгу Сергей Кожугетович. Такие мелькали посылы, что что-то здесь будет возобновляться. У высшего руководства страны пока нет четких планов. Но в сердцах тех, кто был связан с выстрелом и в особенности ветеранов, появилась надежда. Эта вот кузница, которая была, она востребована и сегодня. Надо быть, как говорят, порох держать сухим. Всегда, привсегда. Мы вот ветераны, нас осталось совсем мало фронтовиков. Мы знаем, что это такое. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».